Всем привет! Меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Сегодня я вам покажу, как сделать флексинг бровей и затонировать волоски. Ну что, поехали! Изначально нам нужно очистить зону бровей. Для этого мы будем использовать детокс-мусс и обязательно кисточку мягкую, нежесткую, для того, чтобы не травмировать кожу. Детокс-мусс сразу и хорошо очищает, и обеззараживает зону, где мы будем работать. И смываем ватным диском с моченым водой. Если мы попробуем прочесать волоски вверх, видно, что они не ложатся, поэтому нам как раз классно подойдет процедура флексинга бровей, потому что они станут длиннее, и они будут очень легко укладываться. У модели очень классная густота бровей, поэтому нет смысла окрашивать кожу краской, поэтому мы затонируем только волоски. Изначально наносим первый серум, он очень красивого розового цвета. Что делает серум номер один? Он размягчает волоски и разрушает десульфидные связи. Почему именно розовый цвет? Потому что тогда вы четко видите, куда наносите, особенно при использовании в процедуре ламинирования ресниц. Также первый серум содержит ухаживающие компоненты кератин и коллаген, что защищает волос от химического воздействия. Прошло 3 минуты, и я уже чувствую, что волоски стали очень послушными, поэтому можно смывать водой. После первого серума наносим сразу второй. Он также содержит ухаживающие компоненты кератин и восстанавливает десульфидные связи за счет перекиси водорода. В начале, где волоски торчат, лучше сразу их прижать пленкой, потому что там волоски на ранней стадии анагена и на вторую бровь. Сразу кисточкой выглаживаю волоски в том направлении, в котором я хочу их видеть. Кисточка тоже номер 9. Оставляем на 6 минут. Смываем второй серум водой и также будем сразу смывать детокс-муссом. И после того, как я смыла детокс-муссом, я наношу мультивиттер, который буду смывать в дальнейшем только водой, потому что мне не нужно, чтобы моя кожа была прокрашенная. А мы просто затонируем с помощью гель-краски, смешанной с скин-протектором. Мультивиттер очень хорошо напитывает волоски. Пока работает мультивиттер, я смешиваю 0,3 цвет гель-краски, один к одному с окислителем. И мне нужно подождать, пока краска окислится. Также в краску я добавила бустера синего индиго. И сейчас на 4 части масла у меня одна часть краски. И наношу тонирующую смесь прямо сверху на мультивиттер. Когда вы наносите тонирование, обязательно отодвигайте кисточкой и смотрите, насколько у вас затонировались волоски. Я не хочу получить темный цвет, мне наоборот нужно получить воздушные, легкие, светлые брови. Сейчас вам расскажу секрет. Если вы сомневаетесь, насколько у вас затонировались брови, изначально уберите сухим и подождите до нужного оттенка, пока они не потемнеют, а потом уже смывайте влажным диском. Вот я смываю и вижу, что у меня уже цвет мне нравится. Так как мы использовали масло, рекомендую смывать тонирование с помощью детокс-муса. Хорошо смываю водой. И как финальный этап используем колорфикс. Пока брови высыхают, делаем коррекцию бровей. Волос после процедуры очень плотный и послушный. То есть вы можете его зачесать как вниз, так и спокойно уложить вверх. Никаких закрученных волосков, все ровненькие и плотные. Для стойкой и длительной фиксации также можно воспользоваться броутоп. Это воск для бровей. По времени флексинг бровей Суперсоник занял у нас 40 минут. Следующий раз повторить можно через полтора месяца. Надеюсь, вам было интересно. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!